Устремленный, спортивный. Даже суровая погода с леденящим ветром не остановила участников городского турслета. 16 февраля они встретились на водохранилище Армавира, чтобы побывать на настоящей школе выживания. Ежегодно он проводится в рамках месячника оборона массовой работы и в этом году посвящен 75-й годовщине со дня освобождения Краснодарского края города Армавира. Студенческие команды, команды школьников, команды любителей принимают участие в этих соревнованиях, которые носят характер, во-первых, патриотический, во-вторых, ребята, проходящие этапы, получают навыки, необходимые для жизни в экстремальных условиях. Многие из участников не просто школьники и студенты, но и начинающие туристы. Дистанция состязаний предполагала проверку разных навыков этого вида спорта. По легенде, после старта вся команда перебиралась через овраг. Но один турист получил травму. Участники рассуждали, какую помощь нужно оказать пострадавшему. Арина Жданова увлекается туризмом уже более шести лет. Девушка знает, что главное не только выучить теорию, но и уметь применять свои знания в походных условиях. Допустим, у вас навеска, это такая вот веревочка. Берешь, цепляешься карабином и ползешь по ней, чтобы переползти реку, допустим. Это усы, такие вот с карабильчиками. Когда параллельки, одна веревка снизу, одна сверху, тоже чтобы проходить, допустим, через реку. Цепляешься сверху и проходишь ногами по низу. На других этапах участникам школы выживания нужно было определить азимут, измерить расстояние до объекта и высоту дерева, завязать 10 узлов за одну минуту, а также развести костер и поставить лагерь. Всего в состязаниях приняло участие 11 команд. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.